всем привет и в этом видео мы с вами вместе будем сажать вот эту вот красоточку это у нас котлея лабата цирулея очень красивый экземпляр вот она лежит растение здоровая хорошая с работающих корневой и еще здесь есть очень хорошая новость и так вот у нас наметился рост новых корешочков а также активизировалась почечка ростовая и как раз вот рост новых корешочков очень очень полезен при посадке котлее вообще желательно если вы планируете пересадку ваших котлей то делать это именно когда у вас идет рост корней от новой молодой бульбы до ваши корни активны и даже если будет стресс и ваша котлея сбросит свои корешочки или вы их как-то повредите то она очень быстро укоренится вот с новых которые с удовольствием зайдут в новый и чистый субстрат и так посадки котлеем очень важной деталью является правильный подбор горшка и почему я делаю такое акцент на этом потому что многие очень часто подбирают горшок под размер самого растения но не под размер корневой в этом и состоит в общем-то одна из главных сложностей нам понадобится небольшой горшочек маленький вот такой я его подобрала заранее видите корневая очень хорошо в него помещается и упираясь старыми бульбами собственно в одной из стеночек горшочка мы видим что у нас остается еще местечко чтобы вырасти парочки новых бульб и хорошо закрепиться а уже после этого мы будем пересаживать эту котлею в новый горшочек но есть и минус горшок маленький а верхушечка все-таки тяжелая и она будет горшок заваливать поэтому нам с вами надо будет его утяжелять я утяжеляю в таком случае горшочки с помощью лавого камня я насыпаю его на дно как дренаж и также добавляю в субстрат моим котлеем нравится расти в подобной смеси ну чтож давайте приступим теперь в посадке и так берем лавовый камень на дно горшочка для утяжеления и дренажа дальше а я беру кору обычно я беру кору более крупной фракции но к сожалению последние месяцы я не нашла нигде в продаже кору нужной мне фракции нужного мне производителя который мне нравится поэтому я буду использовать кору немножко мельче чем я предпочитаю но я ее буду усердно разбавлять лавовым камнем что скажем так снизит ее влагоемкость что мне и хочется от чего мне и хочется добиться также я хочу немного обезопасить от замокания новые росты и корешочек я думала что возможно я под резому подстрою небольшой кусочек блока чтобы резома не замокала но в данной ситуации это не требуется и в общем то подоб это орхидея лабата не замечено страшной капризности в плане замокания резом и гниения и подобного и так добавим немножко коры и будем устраивать нашу орхидею и так повторимся как мы уже говорили мы уперли старой бульбой в стеночку и молодыми бульбами свободное пространство и сейчас будем засыпать кору перемешку с лавовым камнем я делаю по-разному иногда я добавляю вот так вот по ходу событий по ходу посадки иногда заранее делаю смесь смесь я обычно делаю когда у меня много посадок и так мне будет сажать быстрее когда у меня 1 2 посадки я могу себе позволить добавлять все отдельно заранее не готовится стараемся все делать аккуратно чтобы не сильно поломать корневую также можно пошевелить горшочек чтобы кора камни или любой другой субстрат лучше лег также можно вот так постукивать кто что любит но у нас сложилась та ситуация очень думаю часто встречающиеся многим когда заваливается и не держится орхидея для этого мы возьмем крепеж и так существует в принципе два основных метода как мы можем закрепить орхидею это ли вот взять палочку просунуть ее субстрат такими прокручивающими движениями чтобы не повредить корневую чтобы она вошла именно в сам субстрат и мы подвязываем орхидею но иногда так не очень получается закрепить орхидея все равно может шататься в этом случае я предпочитаю другой способ это проделывание дырочек стенках горшочка по бокам и просовывание палочки вот так закрепляя я сейчас прервусь проведу эту страшную операцию и вернусь покажу вам как это выглядит итак я вернулась я проделала две дырочки вот бачки горшка так я буду просовывать палочку так вот она пройдет по резоне сверху за бульбами и выйдет средние отверстия так чем проделывать такие дырочки кто как кто-то проделывает паяльником кто-то разогревает гвоздь или отвертку на открытом огне здесь уже каждый придумывает сам при таком закреплении котлея держится очень хорошо она не шатается мне так закреплять нравится а я знаю что здесь есть спорные моменты и некоторые считают что так закреплять нельзя потому что эта палочка может передавливать резома это может как-то негативно сказываться на резоме возможно у кого-то действительно был такой опыт но я вживую честно говоря не видела ни разу подобного скажем так но от меня за несколько лет уже такого закрепления абсолютно никаких проблем не возникло также если у вас все равно растение немножко пошатывается потому что вот в моем случае очень очень высокая но при этом очень маленький горшочек и не очень легко его там закрепить так можно использовать сразу двойное крепление так вот подвязываем здесь каждый использует что хочет кто-то капроновую нитку кто-то синильную проволоку кто-то различные флористические проволоки завязки также можно использовать проволоку мягкой оплетки кому что мне вот подходит такой вариант мы закрепили действительно очень хорошо плотненько не пожалели использовали двойной способ крепления да возможно это выглядит не очень эстетично но зато это действительно надежно я не буду переживать что на растение шатается повредит корни повредит новые росты куда-то делится из горшка и все подобное и в принципе посадка у нас завершена хочу также добавить забыла сказать начале что я сажаю на влажные корни по моему опыту они меньше травмируются они более эластичные они легче сгибаются не ломаются но также возможно посадка и на сухие корни но если на сухие то вы должны помнить что пару-тройку дней после посадки лучше не поливать чтобы в свежих ранках на треснувших корнях не началось гниение не поселились какие-то грибки бактерии что-то подобное когда вы сажаете на влажные корни у вас орхидея уже напитая и вы после посадки в зависимости от ваших условий погоды можете спокойно не поливать ее еще три-пять дней что точно так же если у вас будут какие-то трещины ничего страшного все прекрасно заживет и не будет гнили и конечно же один из самых важнейших моментов посадки и пересадки это не забыть поставить нужную бирку чтобы потом вспомнить кто же у вас здесь сидит и так вот такая прелесть у нас получилось и с подобным закреплением я не боюсь ее крутить чтобы показать вам результат всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди вас ждет очень много всего разнообразного и интересного жмите на колокольчик чтобы не пропустить ни одно видео пишите в комментариях ваше мнение как вы сажаете понравилось не понравилось что вы сделали вы а также конечно же переходите по ссылочкам в описании там очень много всего и вы можете посмотреть там где можно купить или поучаствовать в заказах прекрасных орхидей вам там помогут не только выбрать но и подскажут как за этим всем нужно ухаживать и также вы найдете там кучу таких же любителей орхидей как вы им сможете с ними общаться на любые орхидейные темы получать массу удовольствия ну что ж всем большое спасибо за просмотр еще раз и пока пока